Фёдор Конюхов, известный путешественник и священник, кстати, он принял священный сан, он священный служитель. Так вот, когда он отправлялся в своё первое кругосветное путешествие, морское, конечно же, и вот яхта специальная, то его провожал один епископ, который его напутствовал и говорил, что вот если будет трудно, ты обязательно молись Господу Иисусу Христу, да, вот он спаситель наших душ, он бессмертие даёт, ты молись также великомученику Пантелеймону, целителю, потому что он врачеватель, мало ли какая ситуация со здоровьем случится, и молись святителю Николаю Чудотворцу. Почему? Потому что он помогает путешественникам. И вот, когда уже недалеко от Антарктиды, вот в этих холодных местах, он проплывал на яхте и вот поправлял там что-то на яхте, и в общем яхта стала заваливаться, и он понял, что уже её не удержать, а как потом барахтаться в этих водах, да, и вот он скричал, святитель Николай, помоги мне удержать яхту. И вдруг яхта действительно выравнивается, и пошла настолько ровно, как будто, вот он сам так даже не вёл, и говорит, что настолько ровно, что вот как будто какой-то невидимый, да, действительно небесный помощник повёл его яхтой, и говорит, когда я встал за штурвал, то он оказался необыкновенно тёплым, а там-то возле Антарктиды такие холода, и приходилось обычно перчатки одевать, чтобы вот этот обмороженный штурвал держать в руках, а тут, говорит, он был необыкновенно горячий, как некий тоже, видимо, символ того, что благодатью Божией святитель Николай помог, да, и где благодать, там тепло, она сокревает и души, и тела человеческие, поэтому, ну, как бы некое такое вот знамение ему дано. То есть, святитель Николай Чудотворец, он наш помощник, наш покровитель, молитвенник, заступник, и поэтому на Руси больше всего храмов, вот если посмотреть, кому посвящались храмы, вот больше всего посвящалось именно святителю Николаю Чудотворцу. Субтитры сделал DimaTorzok